Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Раскрывающие предложения по улучшению качества работы органов государственной власти и местного самоуправления А также недостатки в их работе Адрес интернет-приемной правительства республики вы видите на своих экранах Что важно при обращении в интернет-приемную необходимо точно указать Место, время, содержание сделанных фотографий А вот личные данные авторов обращения указывать не обязательно Все обращения будут рассмотрены управлением внутренней политики и контроля главы республики Мариел И приняты необходимые меры по устранению отмеченных недостатков Большое количество обращений, в том числе и телевизионных эфирах Когда я выступаю и в адрес правительства республики Мариел Лады с администрацией, от жителей республики Мариел Это не только и шкалы касается Касается и Космодемьянска, там Марков и Юрина О недоработках местных властей При этом я скажу так, что у меня нет претензий к работе глав местного самоуправления И в тех условиях, которые сегодня у нас есть Реально, да, исходя из финансовой возможности Исходя из технической возможности Оснащенности наших муниципальных образований Я прекрасно понимаю, что глава сельского совета Не в состоянии сделать дорогу, отремонтировать ее Даже не то, что в твердом покрытии А сделать ее даже в щебне Потому что просто бюджет этого муниципального образования Несмотря на то, что законом возложено ремонт и содержание дорог Не позволяет это сделать Но, видите, в чем дело Люди же хотят иного качества жизни Хотят дорогу, хотят хорошую школу И хотят, чтобы, так сказать, у них дворы были асфальтированы И высокие были зарплаты И за все отвечает власть И понимая, что многие вопросы Власть может просто реально не дорабатывать Или где-то не замечать Мы приняли такое решение Что будет создан специальный правительственный портал Сайт, на который любой житель республики И вплоть до даже работник администрации какой-то И учитель, и врач, и просто безработный, и пенсионер Направить свою информацию Скажем, о проблемах, которые есть сегодня На сегодняшний день в его муниципальном образовании Проблема, например, может быть связана с тем, что двор не убирается И лежит куча мусора, которую Ну, систематически Городские службы не замечают и не убирают Может быть, где-то после дождя Размыло участок дороги, который никто не ремонтирует Может быть, проведены Дорожные работы такие, после которых Стало еще хуже ехать по этой дороге Просто некачественно Может сфотографировать эту картину Может прислать СМС-сообщение Подписано, не подписано Ну, указать адрес, где происходит Например, перекресток Улица Гагарина и улица Панфилова Вот после дождей Размыло Полисадник Перевернутые бордюры И что затрудняет движение транспорта, например И затрудняет, так сказать, движение пешеходов Эта информация будет отслеживаться Правительственными чиновниками Которые будут Ни в коем случае не мешать работе Муниципальных образований И, допустим, там, так сказать Хозяйствующих субъектов А просто контролировать эту работу И эта информация только поможет нам Для того, чтобы навести порядок В нашем общем доме в Республике Морел Проект создания интернет-приемной Основан на принципе краудсорсинга Это широко используемый в бизнесе термин Более известен как мозговой штурм Метод, позволяющий решить задачу Практически любой сложности Посредством коллективного разума Недавно глава Морел Леонид Маркелов Вместе со всеми губернаторами России Прошел курс обучения по менеджменту и маркетингу Лекции по экономике и управлению главам региона Читали преподаватели из всех вузов мира По отзывам высокопоставленные служители Были очень внимательны Жители Морел, впрочем, как и всей России Смогут почитать размер будущей пенсии Не выходя из дома Теперь сделать это можно с помощью Электронного калькулятора На сайте Минтруда и Пенсионного фонда России Напомню, с 1 января 2015 года В России предполагается ввести новый порядок Оформление пенсионных прав И назначение трудовой пенсии по старости В новой пенсионной формуле Стаж и заработок – это основные показатели Которые будут влиять на размер пенсии Само собой, зарплата обязательно должна быть белой То есть официальной Главное отличие новой формулы Переход от расчетов в рублях К использованию баллов и пенсионных коэффициентов Которым оценивается каждый год Трудовой деятельности работника Кроме этого, новая пенсионная формула Учитывает и так называемые нетрудовые периоды Это срочная служба в армии И уход за ребенком За них также будут присваиваться особые коэффициенты Остается самое главное Что все равно основными параметами данной формулы Являются это страховые износы Уплата страховых износов и стаж Значит, да, меняется, во-первых Если по старой форме В соответствии с сегодняшним действующим законодательством Необходимо было 5 лет страхового стажа То при внедрении новой формулы Уже страховой стаж увеличивается до 15 лет Значит, ну и соответственно, конечно, свои коррективы Вносятся в плане выплаты страховых износов Данная пенсионная формула Она, как я уже сказал, с 1 января 2015 года Вступает в силу Ну, она будет, в первую очередь, она будет рассчитана На граждан, которые будут выходить после этой даты на пенсию То есть сегодняшний пенсионеров она не затронет Итак, алгоритм таков На сайте Минтруда или Пенсионного фонда России Необходимо открыть вкладку «Пенсионный калькулятор» Ответить на 8 вопросов И узнать приблизительный размер своей будущей пенсии Рассчитанной по новой формуле Результат примерный, но приблизительный к реальному Напомню, по действующей сегодня пенсионной формуле Трудовой стаж практически не имеет никакого значения для начисления пенсии С 2015 года будет иначе Чем больше будешь работать, чем выше будет зарплата Тем выше будет и пенсия Тропическая жара в средней полосе России Сегодня температура вновь зашкалит за 30-ти градусную отметку Среднесуточная температура в эти дни почти на 10 градусов превышает норму Что считается очень теплой погодой И попадает под критерий неблагоприятного явления погоды Однако в условиях очень сильного прогрева и интенсивной конвекции Даже относительно небольшого количества влаги, которая есть в атмосфере Может хватить, чтобы местами развелись кучево дождевые облака Такой сценарий погоды, когда ночью ливень, а днем жара Является наиболее благоприятным с точки зрения комфортной жизнедеятельности в городе И поддержания экологического равновесия По уточненным данным, в воскресенье жара пойдет на спад А ее кульминация придется как раз на среду-четверг Напрягает, конечно, очень душно Хочется посвежее что-нибудь Радует, потому что люблю купаться Ну нет, я нормально отношусь Ничем не напрягает Ну сегодня я просто гуляю по городу Вот так, ну жара и жара Ветерок же есть прохватный Лишь бы эта аномальная жара не превратилась в аномальный холод Вот как это часто бывает А так, в принципе, лето должно быть жарким Хорошая жара Главное, чтобы тепло было, не холодно Да влажность какая-то после дождя Ночью дождь А днем, вон, какая парилка Плохо переношу А я, наверное, тепло люблю Холодым, ержным Радует, конечно Тепло, хорошо Нет комаров Лето надо радоваться Дожди бывают умеренно И жара умеренно Меня так радует Мне очень нравится И ребятишкам как раздольно хорошо И купаются, отдыхают, загорают Меня очень радует Мариэлл вошла в число регионов страны Обеспеченных достаточным числом мест отдыха По данным государственной инспекции По маломерным судам МЧС России На каждые 50 тысяч человек Приходится примерно один пляж Правда, эти усредненные данные Касаются и Южного федерального округа С Краснодарским краем И Ямало-Ненецкого округа Где официальных пляжей нет вообще При этом в ГИМС России Отметили около 20 регионов Где работа по обеспечению безопасности на воде Организована наиболее полно И где число пляжей выше среднероссийского Мариэл в их числе Напомню, что в этом году В республике около 40 официально отведенных мест Для купания Три года назад Такая же аномальная жара Вызвала в Мариэл лесные пожары Длившиеся едва ли не половину лета И уничтожившие значительную часть лесов Мариэл В республике в целом Справившейся с природным Чрезвычайным происшествием До сих пор принято делить события На произошедшие до лесных пожаров И после них Какие изменения произошли в лесной отрасли Республики за три года Подробности в нашем материале Не зря удивиться Хорошо отлаженной системе Лесного пожаротушения в Мариэл Приезжал даже тогдашний президент А нынешний премьер Дмитрий Медведев Ущерб экономике был нанесен Конечно же серьезный Свыше 70 тысяч гектаров леса Уничтожено огнем Арендаторы, сравнительно недавно Вступившие в арендные отношения Вынуждены были значительную часть Лесовосстановительных работ Производить за свой счет Однако без худа не бывает и добра В Министерстве лесного хозяйства Считают, что лесные пожары Значительно ускорили процесс Технического оснащения отрасли Как раз система предупреждения Выявления и тушения пожаров Претерпела самые серьезные Коренные изменения Во-первых, были созданы Региональный пункт Диспетчерского управления Лесными пожарами И пункты диспетчерского управления Лесными пожарами в лесничествах Мы получили новую систему Мониторинга лесов Это видеонаблюдение за лесами На сегодняшний день Работает 11 камер Видеонаблюдения за лесными массивами И по решению правительства Республики Морел Выделены денежные средства И непосредственно сейчас Идет установка дополнительно Еще пяти камер Видеонаблюдения за лесами Эта система позволяет Достаточно эффективно Проводить мониторинг Лесных пожаров Своевременно их обнаружать И экстренно реагировать Как правило, наиболее значительные пожары Происходили в периферийных районах Куда не всегда успевала добираться Пожарная техника За последние три года В распоряжении специалистов Оказалось 57 единиц Новой лесопожарной техники Увеличилось количество Локальных пунктов Отвечающих за тушение пожаров На определенной территории Что касается реагирования На лесные пожары Здесь система тоже Претерпела коренные изменения Во-первых Российской Федерации Рослесхозом Была введена процедура Лицензирования На право ведения деятельности По тушению лесных пожаров Головным предприятием По тушению лесных пожаров Стало государственное Автономное учреждение Авиалесоохрана Необходимую лицензию Они получили К ранее существовавшей Пожарно-химической станции Третьего типа Куяр Была добавлена Пожарно-химическая станция Третьего типа Марки Третья пожарно-химическая станция В поселке Озерки Грандмарийского района Создается в эти дни В течение 2013 года Здесь должна появиться Новая техника Которая поможет Оперативно реагировать В случае необходимости В связи с гибелью Лесных насаждений От лесных пожаров От усыхания И от вредителей Как следствие Усыхания лесных пожаров Нами разработан план Лесовосстановления Он рассчитан До 2016 года В этом году Лесовосстановительные работы Активно нами начаты Активно проводятся Необходимо сказать Что у всех арендаторов Лесных участков На сегодняшний день Сформированы Тепличные хозяйства И питомники В которых они выращивают Посадочный материал Только в весеннюю Посадочную кампанию Мы высадили Более 6 миллионов Сеянцев Погодно-климатические условия Сложившиеся в 2013 году Уже сейчас Позволяют специалистам Давать достаточно точные прогнозы На пожароопасную ситуацию В лесах Таких крупных Как три года назад Лесных пожаров В республике не будет Хотя бы потому Что воды в лесных болотцах И озерах Предостаточно Тем не менее Благоприятный прогноз Не повод для того Чтобы забывать Элементарные правила поведения Ведь в годы Низкой вероятности Самовозгораний Возрастает роль Человеческого фактора Возникновения пожаров В лесу Восстановленные страницы Истории Царево-Кокшайска На днях На площади Никонова Установили бронзовый памятник Александру Котомкину-Савинскому Его имя До недавнего времени Было известно Только историкам В советские времена Почти стерто из памяти А все потому Что после Октябрьской революции 1917 года Александр Котомкин Примкнул к белому движению И стал активным Его участником Житель Царево-Кокшайска Получивший здесь Начальное образование А потом выбравший Военную карьеру Прожил богатую Событиями жизнь Люблю я И рокот Могучего бора И ширь необъятных Раздольных полей Родимые дали Где много простора Где выросли Крылья У песни моей Главный хранитель фондов Музея истории города Ешкаралы Любовь в Камелина призналась Это самое любимое Мое стихотворение Поэта Александра Котомкина Она материалы о знаменитом Горожанине Хранит с особым трепетом Точно известно Что Александр Ефимович Родился в 1885 году В небогатой Крестьянской семье Когда ему было 5 лет Умерла мать Когда 15 Отец Воспитанием тогда Юного Саши Занимался дядя Получив начальное Образование В Книжнинском училище Царево-Кокшайского уезда Он выбрал военную карьеру Одна из реликвий Которая хранится в музее И по сей день Письмо сына Александра Котомкина В котором частично Описана жизнь поэта В этом письме Он рассказывает О юности своего отца По воспоминаниям матери Он пишет Что очень тяжело Жилось Александру Когда он учился В Казани В реальном училище Что ему приходилось Читать даже При лунном свете И он ходил В худых ботинках Которые приходилось Ему даже ремонтировать Самому Вот здесь В деревне Савина И родился Александр Котомкин Дом, где он жил Не сохранился Мы можем лишь предположить Что свое детство Он провел Вот в таком доме Кстати Название деревни Легло в основу Его творческого псевдонима Савинский В возрасте 25 лет Женился на фрейлине Императорского двора Елене Григолейт В семье Котомкиных Было четверо детей Двое мальчиков И две девочки Они приехали В Царево-Кокшайск В 1915 году После тяжелого ранения Александру Котомкину Пришлось оставить Армию И они решили С семьей Приехать В Царево-Кокшайск Вернуться на родину Он здесь, в Царево-Кокшайске Развил бурную деятельность Активно помогал Учителям Был попечителем Гимназии Училищ Царево-Кокшайского уезда В общем Должностей было масса Но не забывал Свою литературную деятельность Никогда И вот Он вошел в историю Русской литературы Как поэт Драматург Вернувшись с семьей В Царево-Кокшайск В 1915 году В возрасте 30 лет Александр Ефимович Поступил на службу В уездное земство Он был начальником Второго участка Занимался обеспечением Населения продовольствием Боролся с дороговизной Он внес большой вклад В развитие Народного образования В нашем крае Вот накануне революции Он достаточно сказать Что он, например Предложил Включить курс Марийского языка Для преподавания В Царево-Кокшайской Женской гимназии Поскольку Учительницы Тогда уезжали В села Национальные школы И нужно было Владеть марийским языком Он составил проект Значит Вот Квартир Для учителей Со всеми удобствами Чтобы человек Учитель Чувствовал себя комфортно В сельской местности Даже план такой сделал С 15 лет Александр Котомкин Писал стихи Как итог За 79 лет жизни 15 поэтических сборников И воспоминаний Молодой поэт Был вхож В семью Великого князя Константина Константиновича Романова После революции Оказался в правительстве Колчака Где заведовал Информационным отделом Участвовал В знаменитом Ледяном походе Капеля Он написал Знаменитое стихотворение Которое сейчас Цитируется Буквально Всеми историками Изучающими Гражданскую войну Можно посмотреть На смерть Генерала Капеля Владимира Аскаровича С которыми он Был лично знаком Он написал Интересные мемуары В эмиграции Под названием О чехословацких легионерах В Сибири И описал Историю гражданской войны В Сибири И его воспоминания Использовались Режиссером Фильма Адмирал В этом деревянном доме На улице Вознесенской Который принадлежал Царевикошайскому Лесопромышленнику Трофиму Васильевичу Челкову Жил поэт Александр Котомкин-Савинский С 1915 года До отъезда в Казань В 1917 году Забытый, потому что Жил и умер в эмиграции Котомкин считал Советский строй Установившийся в России Абсолютным злом Отказался возвращаться Даже когда его семья Подала прошение О получении советского гражданства Барт без родины На чужбине Выбрал образ Сказителя Гуслера Игра на гуслях Для Александра Котомкина Была настоящим увлечением Он перекладывал на музыку Свои стихи Сейчас в университете Сорбоне В Париже Хранятся подлинные записи Его произведений Он умер в 1964 году В Гамбурге Проведя в эмиграции Последние полвека Своей жизни Личность знаменитого земляка Заинтересовала Историка Сергея Старикова В 2008 году Он изучил архивные документы Встретился с родственниками В Москве живет дочка Томкина Завел переписку С коллегами из Германии Полтора года сбора информации И полгода работы Жизнь замечательных людей Не должна оставлять равнодушными Жители Ешкаралы и республики Убежден автор О том, что такие уроки истории Каждому цивилизованному человеку Не лишне знать Широкой общественности Напомнил глава Мариел Леонид Маркелов К такому предмету, как история Руководитель региона Относится серьезно И благодаря этому Изыскания местных исследователей Уже не пылятся в архивах А жители республики Открывают для себя Все больше новых страниц Повествующих о прошлом Марийского края Прошлом, которым можно И нужно гордиться Пульс Слушайте Пульс Радио Получайте подарки Редактор субтитров А.Семкин Информационная служба ТВ и радио На Патриаршей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok